Мы находимся в радио Y3 Дмитрий. Уже установили мачту 24 метра и будем интересную задачу выполнять. У него были старые антенны. Мы из них будем переделывать их в 222 XL222. Это трейбендер 10, 15, 20 по 2 элемента и 3 элемента на 40 с укорочением. Это была когда-то антенна на варс диапазоны. 3 элемента на 18, 4 на 24. Вот мы из нее делаем XL222. Собрали антенну из того, что было. Получилась у нас модель типа XL222. Два элемента на двадцатку, два на пятнашку, два на десятку. Закрепили на веревочке как леер. Снизу стоит лебедка. Поехала потихоньку. Чтобы не крутилось, сегодня ветрено. Сделали такой крючок. Подключено сюда. Бум! Сделали из того, что было. Не стали отпиливать. Вдруг пригодится. Посмотрим, что происходит у мачты. Вот, собственно, сам Олег за аппаратом. Мачта 24 метра. Наверху еще маск 4-х метровый. Поедет на самый верх. Олег, прервись. Давай померяем КСВ. Уже можно на такой высоте приблизительно увидеть картину. Давай поближе. Видно? Что у нас получилось? 14200. Видно, да? Ничего не видать. А, вот. Смотри, где резонанс у нас. 14.070. Будешь F8 работать, да? Да. Так, 20-ка. Отлично, я думаю. Кто-то звонит. Ребята не ответить. Так, смотрим. 021. Допустим, 100. Ну, как раз где-то 21-120. Опять, мы закручиваем. Вот, 28-100. 28-150 резонанс получается. Отлично. Вот антенна первая наверху. Приступаем к изготовлению сороковки. Вернее, восстановлению. Вот новые кронштейны привез. Три года лежала, ждала своего часа. Вот эта алюминиевая труба. Кронштейны, которые я изготовил предварительно. Ну, вот элементы будем из этих трубочек изготавливать. И в эфир пойдем, правильно? В эфир. Потом поедет также сюда по лееру. Первый элемент сделали. Практически закончен. Только растяжка еще вертикальной плоскости элемента и перемычки. вот туда поедет. Последние штрихи перед подъемом антенны. Все стыки замотаны. Веревочки подвязали. Поддержка элементов. Перемычки. Все вроде на месте. Это три элемента на 40 с V укорочением. Элементы физически одинаковой длины. 6,75 длина каждого элемента. Система укорочения это в виде одной петли. То есть элемент разрезан приблизительно в 3 метрах от бума. И пошла петля перемычкой и обратно. И далее до конца элемента. Он как бы один виток. И настройка очень проста. Центральный элемент активный. Настраиваться в резонанс на необходимой частоте допустим 7,100. Меряется расстояние от перемычки до центра элемента. Рефлектор, перемычка ставится на 25 сантиметров длиннее. А директор на 20 сантиметров короче, чем центральный элемент. Таким образом, рефлектор будет настроен приблизительно на 6,900. А директор приблизительно на 7,250. И считается, что при таких длинах и резонансах у антенны достаточно неплохие параметры. Сейчас покажем поближе точку запитки. Каким образом выполнена система растяжек бума. Называемый конверт или лодочка. То, как называют. Неразбитые изоляторами растяжки. Поскольку они практически не вносят в эту антенну никакого влияния. Точка питания. Компенсирующая катушка. Три витка. Так, вот сфокусировалось. Крепление к мачте. При подъеме для того, чтобы поставить на мачту, вот этот толреп придется снять. Потом снова одеть. Поедет антенна по лееру. Так, против солнца получается съемка. По лееру с помощью лебедки затянем ее наверх. Придется отцепить верхний уровень растяжек. На некоторое время с одной стороны. Вот со стороны подъема антенны. Это ничего страшного. Потому что в противоположную сторону растяжки останутся. Вот лебедочкой. Собственно сам хозяин позиции. За работой будет замечен. Ну что, поехали. Вот подняли антенну. Я ее уже закрепил. Сделал пятню снижения. Кабели вниз. Приподняли чуть выше этот полян. 160-80 идет под повороткой примерно место крепления. Мачта 24 метра. Еще есть мысли сделать бевериджи. Получится только временно. Там и машины ездят, и как-то кабель надо закапывать. Но возможности у Олега есть. Очень хочет работать в контестах и выигрывать. Последние штрихи. Установка антискручивания. Обычный уголок на стороне мочты. Такая антенка. Громка 1. Громка 2. Миша Косеевич, Куровское, Восточное Подножковое Перео. Да, Михаил, я Роман Игрик, Тройка, Дима, добрый вечер. 5-9, Олег, близ Ликинодулёва, деревня Ионова. Приём. Так, Ионова, Ионова, Ликинодулёва. Давай мы развернём ты, проверим. Да, Олег, ну вот сегодня очень хорошо, я вас понимаю, приём. Да, Михаил, можно, так сказать, маленький эксперимент? Я сейчас антенку покручу, посмотрите, пожалуйста, хорошо? Да, 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 плюс 15 часов. Всё, антенна пошла, сейчас на вас антенна 160, 150 градусов, 140, 130 градусов, 120 сейчас стало, 110, 100 градусов, 90, 90, 80, 80, 70, 70, 60, 60, 50, 50. 40, 40, 30, 30, 30, 20, 10, ну где-то вот 0 градусов, антенна 0 стала, где-то примерно тылом. Михаил, какой аэропорт, подскажите, подскажите, пожалуйста, приём. Ну, с понижением пошло, до 6 баллов. Слаб же его слышно. 5,6, 5,6, с понижением пошло, вот первый вариант самый-самый был хорошо, 5,9 плюс 15, приём. Всё, понял, хорошо, Михаил, я Роман Игрик, тройка Дима. Вот сейчас антенна боком к вам, антенна боком, 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 антенна боком сейчас, 90 градусов, боком, боком. Вот сейчас медленно идёт до вас, в вашем направлении. Я Роман Игрик, тройка Дима. Подходит к вашему направлению, примерно сейчас уже 150, 150, 160, 170 градусов. Вот ваше направление от нас, приём. Ну, плюс 15 сейчас, вот самое максимальное сейчас, вот моё направление поставить. А ты вам 5,6 рублей мал, всё и лучше, прекрасно. До этого там от 6 баллов его сдвигалось, сдвигалось, я смотрю так, тихонечко-тихонечко, и, в общем-то, до моего направления. Олег, приём. Да, понял, Михаил, спасибо за эксперимент, только вот недавно антенну поставили сегодня, первую КИСО проводим. Мачта 24 метра, ну, почти 25 метров от земли антенна, 3 элемента укороченные, приём. Ну, прекрасно, прекрасно. Итог работы, мачта 24 метра, 3 элемента на 40 с укорочением, и тройбендер 20, 15, 10. Плюс, диполь 80, и диполь 160. Нужна мачта или антенна? Заходите на мой сайт www.yagi.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok